Приветствую всех любителей спорта! В эфире телеканала Беларусь 2, передача старта и финиши. В ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали! После паузы возобновился чемпионат Беларуси по хоккею в экстралиге. В очередном туре мини-футбольного чемпионата страны БЧ принимала Витебский ВИТЭН. Юные грации в Гомеле боролись за награды первенства Беларуси по художественной гимнастике. В стане хоккейного клуба Гомель пополнение. Контракты с клубом подписали два защитника. Россиянин Антон Клементьев и белорусник Никита Крыскин. Между тем, после паузы возобновился и чемпионат Беларуси по хоккею в экстралиге. Команда из Гомельской области матчи на минувшей неделе проводили на домашних площадках. В четверг Жлобинский «Металлург» обыграл хоккейный клуб «Лида» 4-2. Гомель принимал соседа по турнирной таблице Гродненский Неман. Во время международной паузы гомельчане зря времени не теряли. В отсутствие игроков сборный тренировочный процесс не останавливался. У нас ряд хоккеистов не было. Упор мы делали, конечно, на физические кондиции. И так мы работали очень жестко. Визави Андрея Сидоренко Милош Холланд также сделал упор на физические кондиции. Однако гомельчане на старте поединка выглядели поживее. Гродненские хоккеисты больше оборонялись и рассчитывали на контратаки. Первый период прошел под диктовку Гомеля. Однако уверенность голкипера гостей Максима Саманькова, справившегося с несколькими опасными бросками, оставила стартовые нули на табло. Во втором периоде игра стала более равной. Неман начал активнее действовать в атаке. Неудачной для хозяев оказалась десятая минута второй-третьей. Неман смог реализовать большинство. 0-1. После этого хоккеисты из Гродна создали еще несколько опасных моментов у ворот соперника. В одном из них шайба угодила в штангу ворот Брикуна. На последней минуте второй-третьей Андрей Коршунов грубо сыграл против гомельчанина Николая Сусла. 5 плюс 20 и капитан Немана отправился в раздевалку. Более четырех минут этого большинства пришлось на старт третьего периода. Правда, сравнять счет не удалось. Во втором периоде мы забили первую шайбу. Это было очень важно для матча. И потом можно еще одну забить, в штангу попала шайба. В конце периода очень грубая ошибка нашего капитана, который удалился в зоне атаки. В последней минуте, пять минут удаления и до конца игры не помог команде в этом моменте. Но молодцы, выставили до конца это большинство четыре минуты или четыре тридцать. До конца третьего периода хозяева всеми силами пытались сравнять счет. Однако навал на ворота соперника не приносил ожидаемого результата. Максим Саманьков не ошибался. Не удавалось в этот день ни игра в большинстве. До финальной сирены счет не изменился. Игра не получилась у нас в атаке. Мы большинстве должны забивать и создали столько моментов, которые обязательно должны были реализовывать. И совсем по-другому игра играла. Соперник играл на контратаке. Один-два момента все было и все заигрывал. Практически пришлось все время взламывать и играть, взламывать оборону соперника. В субботу Гомель несколько реабилитировался, крупно обыграв Лиду 7-2. А вот Неман добыл в Жлобине еще одну победу над хозяевами. Все с тем же скучным счетом 1-0. На минувшей неделе чемпион страны по мини-футболу Лид Сельмаш сражался в Кубке УЕФА. Личиане сумели обыграть французский кремлен Бесетер и славянский Добовец. В решающем матче белорусский клуб уступил трехкратному победителю турнира испанскому Интер Мовистару. Занял второе место в своей группе и не смог пробиться в финал четырех. В это время во внутреннем чемпионате проходили игры десятого тура. Гомельская БЧ принимала Витебский Витен. Команда из Витебска перед визитом в Гомель занимала второе место в турнирной таблице, потерпев только одно поражение. Железнодорожники замыкали восьмерку сильнейших. Стоило ли сомневаться, что хозяевам будет очень непросто. Правда и Витебская команда легкой жизни не ждала. Гомельчане в начале игры попытались захватить инициативу, однако гости быстро освоились и выровняли игру. Высокий прессинг и позиционное нападение позволили Витену перехватить инициативу, а железнодорожники начали делать ставку на контратаки. Несколько быстрых выходов удалось организовать, однако цифры на табло не изменились. В целом первый тайм был богат на вязкую борьбу, а не на опасные моменты. Не мог бы показаться неинтересным, однако это только на первый взгляд. Рисковать никто не хотел, однако и ничейный результат никого не устраивал. Но обе дружины рассчитывали на три очка. После матча тренеры признали, что при ничейном счете готовы были выпустить пятого полевого, чтобы попытаться вырвать победу. К середине второй половины главком БЧ Александр Даниленко сделал несколько замен. В стартовой четверке Вершинин заменил Цверко. Во втором кварте Тиможейко уступил место Андреевскому. Это ускорило игру железнодорожников, и у ворот Витена стало заметно жарче. Главный эпизод матча случился на 35-й минуте. Повезло Витену. Стандарт, прострел и удар больше похожи на рикошет. Счет стал 0-1. Андреевский продолжал активничать у ворот соперника, и в одном из моментов мог сравнять счет, однако не сумел замкнуть передачу партнера. Выпустив пятого полевого, железнодорожники носили на ворота гостей, однако до опасных ударов дело так и не дошло. Минимальная победа Витена. Пропустили, конечно, этот гол, но какой-то пока висит. Не скажу, что играем плохо или что-то это, но если отслеживать, то борисовы как-то себе забили. Тут рикошет, тут, тут, тут. Возможно, где-то вернется. Но при том, что несколько выходов 2-1 тоже мы не реализовали. Природатам спасибо. Очень хорошая игра по самодаче, по движению, по строгости выполнения того тактического плана, который мы запланировали. После этого поражение БЧ осталось на восьмой позиции. В Светлогорске местный ЦКК уступил Гомельскому ВРЗ 4-9, вагоноремонтники на пятой строке, ЦКК на 14-й. Агрокомбинат Южный, который в десятом туре уступил Могилевскому Форте, 4-7 на 12-м месте в турнирной таблице. Мозырьская славя выбыла из розыгрыша Кубка Беларуси по футболу. В ответ на игре 1-8 финала мазыряне дома обыграли футбольный клуб Минск 3-2. Победа минчан в первом матче со счетом 2-1 вывела их в следующий раунд. Футбольный клуб Гомель также вряд ли продолжит борьбу за трофей. Соперник зелено-белых на стадии 1-8 финала Слуцк. Первая игра противостояния состоялась в Гомеле. Практически пустые трибуны и дождь. В такой обстановке проходил последний и один из самых грустных домашних матчей Гомеля в нынешнем сезоне. Со старта поединка гости захватили инициативу. А вот гомельчане прижимались к своим воротам и делали ставку на контратаки. Правда, организовать их у зелено-белых получилось только к концу игры, а до этого они только отбивались. А вот Слуцк давил и на 34-й минуте добился результата. Якуба Бамба записал на свой счет результативный удар. В следующий раз Олегу Ковалеву пришлось доставать мяч из сетки своих ворот на 55-й минуте. Удвоил преимущество гостей Вадим Курлович. При этом активность гомельчан в атаке была практически нулевой. На 72-й минуте Егор Зубович установил окончательный счет. 3-0 в пользу Слуцка. В концовке матча гомельчанам все-таки удалось организовать несколько контратак. Правда, отквитать хотя бы один гол не получилось. Ну, считаю, сегодня наши футболисты продемонстрировали достаточно качественный футбол. На протяжении всего матча контролировали ход игры и ни на секунду не дали усомниться в своем превосходстве. Забили три мяча, могли забить еще больше. Учитывая итог игры на центральном, матч в Слуцке, запланированный на ближайшую субботу, скорее всего, будет просто формальностью. В следующем году, конечно, будут какие-то определенные изменения, перемены. Но это уже будет в следующем году. Но, опять же, еще осталась одна игра. Проиграли 3-0. Но это еще, еще раз говорю, ни о чем не говорит. Нам все равно нужно будет приехать в Слуцк и продемонстрировать все равно хороший, добротный, качественный футбол. Юные грации в Гомеле боролись за награды первенства Беларуси по художественной гимнастике. Соревнования проходили во дворце игровых видов спорта. Областной центр принимает эти соревнования уже несколько лет подряд. На первенство съехались спортсменки со всех регионов страны. В групповых упражнениях сильнейших выявляли в двух возрастных категориях. В индивидуальной программе в пяти. Команда Гомельской области на соревнованиях фаворитом не была. Но воспитанец Гомельской из дюшер номер 4, где культивируют художественную гимнастику, только в этом году появился отдельный зал со специализированным покрытием. Тренеры уверены, что главная победа еще впереди. Правда и сейчас есть чем гордиться. У нас есть дети, которые входят в состав национальной сборной. И есть дети, которые уже тренируются в Минске. На первенстве республики гомельчанки без медалей не остались. В индивидуальной программе среди девочек 2005 года рождения первое место в многоборье заняла Дарья Грибова. Ей не было равных в упражнениях с булавами и обручем. Третьей она стала в упражнениях с мячом и со скакалкой. В Гомеле состоялся Кубок области по гиревому спорту. Соревнования собрали сильнейших спортсменов не только из нашего региона. Лучшие отправятся на Кубок страны, который пройдет в декабре. По словам организаторов, в последнее время гиревой спорт набирает популярность. 11 команд, более 70 спортсменов, в том числе и 4 девушки, боролись за награды Кубка области. Мужчины соревновались в двоеборье, которое включает в себя два движения. Толчок двух гирь от груди и рывок одной гири каждой рукой. Время выполнения упражнений ограничено. Вес спортивного снаряда немалый – 24 или 32 килограмма. Количество повторений в каждом движении суммируется. Побеждает спортсмен, показавший по итогам двоеборья самую высокую сумму. У мужчин шесть весовых категорий, у девушек одна абсолютная. И упражнение одно – рывок 12-килограммовой гири. Уровень Кубка Гомельской области высок. Попасть в призеры, не имея звания мастера или кандидата в мастера спорта, проблематично. Правда, для некоторых победа в этих соревнованиях не самоцель. Мазырянин Сергей Дорошко – член национальной сборной. Он уже 4 месяца готовится к чемпионату мира, который состоится в Ирландии уже на следующей неделе. Кубок области – это этап подготовки к ответственному старту. На максимуме улаживаться не будем. Это как определенный этап подготовки. Будем просто проходить, посмотреть, какие определенные моменты отработали, что не отработали, что нужно доработать, что можно доработать. Даже работая в тренировочном режиме, Сергей стал лучшим в своей весовой категории. В общем зачете команда Мозыря заняла третье место. На втором – сборной железнодорожного района Гомеля. Первенствовали гиревики и житковичи. Лучшие спортсмены будут защищать честь области на Кубке страны. Кубок области – это отборочное соревнование перед Кубком Республики, который будет проходить 5-6 декабря в городе Витебск. Мы отберем сильнейших и постараемся до сих пор выступить. На Республике мы постоянно делим первое-второе места в командном зачете. Наши соперники – это представители города Минск. Мы постоянно с ними ведем борьбу за чемпионское звание в командном зачете. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова